Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Друзья, конец года у нас приближается и в конце года, может быть, вы слышали такой тезис, почему-то многие советуют открыть ИИС и пополнить его. Не все новички понимают, что вообще такое ИИС, зачем его открывать, зачем его открывать в конце года и зачем его в конце года пополнять, в чем выгода от всего этого. Давайте я сегодня таким очень простым и незатейливым языком постараюсь прям со всем начинающим объяснить какие-то самые простые базовые понятия и попытаюсь на самом деле донести выгоду, почему, возможно, именно вам, друзья, стоит задуматься об открытии индивидуального инвестиционного счета, потому что конец года действительно предоставляет определенные возможности и привилегии. То есть уже этой весной, если вы выполните ряд нехитрых манипуляций, вы можете получить приятный налоговый вычет, конечно, если имеете официальный доход. Короче, расскажу сегодня более подробно обо всех этих нюансах. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали. Ну, давайте смотреть, друзья, начну, наверное, немножко издалека. Если человек работает, получает любой доход в нашей стране, но и не только в нашей стране, то он обязан уплачивать налоги. Все мы это понимаем, не все мы это, конечно, любим, но, опять же, друзья, налоги – это необходимость. Мы же хотим жить в социальном государстве, мы же хотим, чтобы у нас была бесплатная медицина, бесплатное, ну, пусть даже и номинально, но тем не менее, бесплатное образование, чтобы у нас были дороги, инфраструктура и все прочее. И когда мы вдруг всего этого не получаем, то в первую очередь мы же претензии направляем к кому? К руководителям, к власти, что, эх, вот, почему не построили, почему не доделали, почему не обеспечили, почему там это то не сделали, а ведь откуда государство деньги берет? Оно его берет, собственно, с налогов, главным образом. И эти налоги потом распределяются на разные социально важные вещи. Ну, так должно быть, во всяком случае, понятно, что кто-то из вас сейчас иронично ухмыльнется. Но так должно быть в нормальном работающем правовом демократическом обществе. Так вот, если мы эти с вами налоги не платим, ну, естественно, с чего тогда государство будет больницы и поликлиники содержать, на что оно будет врачей и учителей кормить и так далее, кто будет нас охранять, оберегать и все в таком роде. То есть налоги, друзья, это неотъемлемая часть нашей жизни, и если мы хотим жить в нормальной стране, в развитой стране, то налоги надо платить. При этом государство определенным категориям людей предоставляет возможность получить налоговый вычет. Что такое налоговый вычет? Когда государство возвращает вам, вами же уплаченные налоги. Либо полностью, либо частично. Как все это работает? То есть это может быть либо мера некой социальной помощи или поддержки. Допустим, есть такая категория налоговых вычетов, как налоговые вычеты на лечение. Вот если вы, допустим, этого не знали, а при этом, допустим, часто лечитесь, ну, либо не часто, неважно, разово, делали какую-то, например, дорогостоящую операцию или еще что-то, или какие-то препараты выкупали на большую сумму денег, то государство вам протягивает руку помощи. И в том году, когда у вас были вот такие большие расходы на лечение, государство может вернуть вам часть ваших уплаченных налогов. Есть также налог, например, имущественный на покупку недвижимости, и может воспользоваться человек единожды в своей жизни. То есть если вы купили недвижимость, то государство также может часть ваших уплаченных налогов вам постепенно, ну, либо сразу, зависит от вашего дохода, возвращать. Все это делается совершенно законно, делается это совершенно легально, в этом нет никакого криминала. Более того, грамотные, образованные и экономически развитые люди должны этими способами пользоваться, друзья, хватать их обеими руками, потому что это способ сэкономить денежку и способ, законными способами получить дополнительный профит. Нам с вами, как инвесторам, уж это должно быть очень хорошо понятно и известно. Так вот, друзья, помимо прочих законных возможностей получить этот налоговый вычет, то есть вернуть часть уплаченных вами налогов, есть так называемый вычет от инвестиционной деятельности, или еще он называется вычет по индивидуальному инвестиционному счету. Вообще, этих вычетов два вида. Первый называется вычет на взнос. В чем его смысл? Вы заключаете с государством некую сделку. Поскольку у государства есть определенная цель пропагандировать инвестиции и биржу, то государство предлагает мне, вам, ну, любому лицу, обезличенно, да, уважаемый гражданин Иван Иванов, давай ты будешь приносить деньги на фондовый рынок и на биржу, а мы тебе за это будем отдавать часть твоих налогов. Ну, то есть такой взаимовыгодный процесс. Человек начинает постепенно приучаться к инвестициям, начинает вкладывать деньги в российские, допустим, акции, в российские компании, ну, тот же Газпром, Лукойл, и все получаются в выгоде. То есть государство привлекает средства в бизнес, соответственно, бизнес начинает лучше работать и платит больше налогов, ну, то есть такой круговорот денег в природе. Человек получает тоже от этого профит, мало того, что он свою финансовую грамотность повышает и при правильном подходе он начнет зарабатывать на бирже, ну, и кроме того, он еще может получить этот налоговый вычет, то есть просто вот реальные деньги многих эта идея в первую очередь и привлекает. Из тех, кто приходит на биржу, то есть человек, может быть, даже и слабо верит в том, что на бирже можно зарабатывать деньги иными способами, ну, то есть инвестируя, он думает, что главная задача это просто здесь на бирже хотя бы не потерять, но при этом вычет я точно от государства получу. Так вот, друзья, первый способ это вычет на взносы, когда вы вносите деньги на счет и государство вам часть ваших налогов вернет. Второй способ на ИС есть возможность, это так называемый тип B, первый тип это типа, второй тип B, по типу B у вас есть возможность освободить от налога всю сумму вашего профита, который вы получите по этому индивидуальному счету. Если вы откроете обычный брокерский счет, то там никаких поблажек вам не будет. Если вы не держите бумагу более трех лет, то, соответственно, никаких преимуществ, привилегий не получаете, будьте любезны, продадите актив, заработаете на этом, с разницей заплатите 13%. То же самое с купонов, с дивидендов и так далее. Так вот, друзья, теперь, собственно, давайте переходить к сути. Какие критерии должны быть у человека, который возжелал получить налоговый вычет? Ну, сегодня более подробно остановимся на вычете типа A, поскольку применительно к нему как раз и работает вот эта схема, что брокерский счет надо открывать в конце года и пополнять его в конце года. Кстати, друзья, если мое видео вас к этому действию побудит, то открывайте первый комментарий к видосу, открывайте описание, и там вы найдете на выбор две ссылочки. Если больше нравится Тинькофф, найдете ссылочку на открытие брокерского счета в Тинькофф. Если нравится больше брокера открытия, ну, например, вы меня уже смотрите, видите, что у меня есть и тот, и тот брокер, и, в принципе, и тот, и тот хороший. Пожалуйста, открывайте счет в брокере открытия, но обязательно открывайте именно ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, а не обычный брокерский счет, если хотите воспользоваться тем, о чем я вам сейчас рассказываю. Так вот, друзья, ИИС может быть один, открывается он физическим лицом. При этом, друзья, что важно сделать для того, чтобы получать эти вычеты? Первое и самое главное, конечно же, у вас должен быть доход. То есть, если вы нигде не работаете, то есть, либо работаете, но неофициально, налоги при этом не платите, то есть, если у вас нет возможности получить в конце года справку 2 НДФЛ, где будет написано, что вы условно получили такую-то сумму в качестве дохода и уплатили столько-то налога. То есть, если вы налоги не платите, именно НДФЛ, налог на доходы физических лиц, то никакого вычета вы не получите. То есть, вы вычет получаете именно с этого уплаченного налога. Если у вас, соответственно, нет дохода, значит у вас нет налога. Если у вас нет налога, то у вас не будет и вычета. Все, друзья, это простое правило. Второй момент. Для того, чтобы получить вычет на тип А, вам надо пополнить брокерский счет. По поводу суммы пополнения я вам сейчас более подробно все на пальцах объясню. Смотрите, друзья, вообще на брокерский, на ИИС именно есть возможность в год вносить не более 1 миллиона рублей. То есть это лимит. Вам программа больше внести не позволит. То есть захотите внести после миллиона еще 5000 рублей, вы просто не проведете эту операцию. Счет больше не примет. Итого в год можно вносить по 1 миллиону рублей. Но при этом, друзья, сумма, которая будет рассчитываться как база для налогового вычета, она ограничена. Она составляет не миллион рублей, а 400 тысяч рублей. То есть для того, чтобы получить максимальную выгоду по налоговому вычету, вам достаточно внести 400 тысяч рублей. То есть если вы внесете 410 тысяч рублей, 450 тысяч, 500 тысяч, 700 тысяч, то все, что вы внесли свыше 400 тысяч, уже не будет иметь никакого значения для получения вычета. То есть внесете вы 400 тысяч или 700 тысяч, неважно, все равно вычет для вас будет один. Вычет этот равен 13% от внесенной суммы. То есть максимально, друзья, за год вы можете получить возврат налога в размере 52 тысячи рублей. То есть внесете 400 тысяч рублей, соответственно, можете рассчитывать на 52 тысячи рублей. Внесете, допустим, 200 тысяч рублей, можете рассчитывать на возврат в размере 26 тысяч рублей. И, соответственно, по аналогии. Смотрите, допустим, вы внесли сумму 400 тысяч рублей и при этом получаете возможность, соответственно, получить вычет в размере 52 тысячи рублей. Но при этом заплатили налога на сумму 40 тысяч рублей в год. При этом вот эти 12% неиспользованных у вас сгорят. То есть все равно вы тогда сможете вернуть только 40 тысяч. То есть вы не можете вернуть налога больше, чем заплатили. Другая ситуация. Вы, например, заплатили налога 90 тысяч рублей. Но при этом вернуть вы сможете только 52 тысячи рублей. То есть у вас, во-первых, очень большая привязка к сумме налога, который вы уплатили. И вы больше уплаченного вернуть не можете. Ну и, во-вторых, вы не можете вернуть больше 52 тысяч. Ну с привязкой к той сумме, которую вы внесли на свой брокерский счет. А теперь, друзья, рассказываю, в чем прелесть открытия ИИС и его пополнения в конце года. Смотрите, даже если вы успеете запрыгнуть в последний вагон, сделайте это там 25, 28, 29, неважно, декабря. Но главное, декабря этого года, 21 года. То вы считается, что пополнили ИИС в 21 году. То есть важно его не только открыть, но и успеть пополнить. Имейте в виду, что пополнение тоже может занять какое-то время. И одобрение счета тоже может занять какое-то время, несколько дней. Поэтому не затягивайте. Если вы хотите это сделать, то делайте это максимально быстро. Не откладывайте, ну, грубо говоря, там на 30, на 31 декабря. Там банкоматы могут не работать, ну, мало ли что. То есть любая проблема, и вы просто тупо не успеваете. То есть вам важно календарно уложиться в декабрь по факту открытия и по факту пополнения. Так вот, если вы все это проделаете именно в декабре этого года, то уже, друзья, в следующем году вы получаете прекрасную возможность получить этот вычет. То есть уже с января месяца по апрель включительно вы можете подать налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Как это делать, я тоже уже рассказывал, объяснял. В этом году обязательно опять видео на эту тему сниму. Я думаю, многие не умеют и не знают. Сейчас это делается просто через личный кабинет налогоплательщика. Разберется, в принципе, любой школьник. Так вот, вы подаете декларацию, прикладываете туда все необходимые документы, вашу справочку 2НДФЛ, либо иное подтверждение вашего дохода. Прикладываете декларации по открытию счета. Это все, друзья. И после этого налоговая вернет вам ту сумму, которая вам причитается. То есть если вы заплатили налога на максималку, то есть на 52 тысячи в 2021 году, и при этом пополнили счет на минимум 400 тысяч рублей, не менее 400 тысяч, то, пожалуйста, вы уже в следующем году, в первой его половине, совершенно законным способом получите наличкой от налоговой 52 тысячи рублей. Ну не круто ли, друзья? О как! Вот если вы об этом не знали, пользуйтесь. При этом эта возможность у вас не единожды возникает. То есть следующий год аналогично. Если будете работать, если будете получать официальный доход и платить с него налог, точно так же следующий год у вас все те же самые исходные данные, то есть пополнение до миллиона, сумма в пределах 400 тысяч рублей, возможно, для 13% вычета. То же самое, набиваете, соответственно, налог и потом считаете, на какую сумму вам нужно пополнить ИИС. К концу года, это не обязательно делать там в январе, феврале, можете также дождаться декабря следующего года и уже посмотреть, выгодно ли вам пополнять этот ИИС или невыгодно. Друзья, очень простая и рабочая схема, как законным способом вернуть практически весь свой уплаченный налог, ну или большую его часть, во всяком случае. Друзья, пользуйтесь, мне кажется, замечательная возможность и если уложитесь до конца года, то успеете это сделать уже весной следующего. Открыть брокерский счет именно ИИС у брокера, как Тинькофф, так и открытие, можете по моим ссылочкам, напоминаю, ссылочки в описании и в первом комментарии. Спасибо огромное за внимание, надеюсь, новичкам что-то новое рассказал, помог, так что, друзья, не затягивайте. Все, друзья, лайк за видос, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok